Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Что делать Чернышевского и современность?» Читает лекцию доктор философских наук, профессор Казёнов Александр Сергеевич. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! У нас, получается, это уже не первая лекция о литературе, о нашей классической литературе. И получается целый такой набор размышлений по поводу литературы. И я эту тему для себя не оставляю, а всё время чего-нибудь покопаю, поищу, и нахожу интересные вещи. И, скажем, для меня выстраивается такая довольно жёсткая линия осмысления и истории, и политики в нашей стране, и проблем социальных, и глубоко философских. Причём, вот я понял, что начинается это всё, в том числе и в таком философском смысле – с Александра Сергеевича Пушкина. Некоторые даже считают, что его каким-то таким выдающимся философом, но я-то давно понял, что в России и философия, она вообще развивалась в такой форме писательства, что наши выдающиеся философы, русские, они вышли из такой писательской среды, из поэтической среды, поэтому не случайно, а выдающиеся наши писатели – Толстой, Достоевский, они стали признанными западными философами, и, скажем, европейский экзистенциализм довоенный, там Достоевский и Толстой – главные авторитеты, и Достоевский чуть ли не основатель экзистенциализма, ну, по крайней мере, один из основателей экзистенциализма. Да, поэтому в России писатель – он больше, чем писатель, выдающиеся писатели, они становятся и такими глубокими философами, и политическими, и экономическими мыслителями. Ну, скажем, вот последний такой совершенно выдающийся пример мы с вами наблюдали – это Владимир Сергеевич Бушин. Он ведь писатель и поэт, и в конце уже жизни, тут где-то к 60-ти годам, стал совершенно выдающимся, исключительным публицистом, и просто, так сказать, значительно глубже, серьёзнее и всестороннее, чем публицисты XIX века наши все. Вот. И Пушкин. Вот почему Пушкин? Потому что Александр Сергеевич, он к такому уже более-менее зрелому возрасту понял и рассчитался с эпохи Александра, понял, что пляшивый этот щёголь был врагом труда, поэтому своим друзьям в Сибирь на каторгу написал, значит, что вы придёте, вернётесь, и братья меч вам отдадут. Зачем мечта? Чтобы на обломках самовластия напишут ваши имена. Это вот такой посыл Александра Сергеевича на весь XIX век. И, может быть, не все знают, что Пушкин подарил Гоголю идею мёртвых душ. Вот знают все это, что идея мёртвых душ, она принадлежит Пушкину, и Пушкин её подарил Гоголю, он с 1809 года рождения стал быть на 10 лет младше Пушкина, но Пушкин к этому времени уже был такой развитый дух, а Гоголь – начинающий. То есть мёртвая Россия, мёртвые люди – это всё произведение этого врага, труда, что он довёл русский народ до нищеты, великий русский народ, который освободил и Романовых, и всех, и самого себя, и Европу от наполеоновского ига. И, тем не менее, пришёл к войне, и снова попал в это рабское положение от Романовых. И, конечно, Гоголь блестяще это всё показал, вот эту мертвичину душевную, духовную, всех этих Собакевичей, Ноздрёвых, эта бабушка как её, Коробочек, и прочих, и прочих, прочих. Не на ком остановить взгляд. Конечно, это некоторое такое писательское обобщение и привлечение, но и констатация тут серьёзная, и поэтому, конечно, молодёжь того времени, она тут стрепенулась, и в Москве возникло несколько таких кружков общественных, молодёжи, которые начали задуматься, что что же происходит. Ну и самые два таких выдающихся кружка – это славяно-фильский кружок, возглавляющийся Аксаковыми писателями и философами, и западники, так называемые Герцен, Бакунин и их товарищи Станкевич, там вот такой молодой у них был, кстати, любитель гегелевской диалектики и проповедник гегелевской диалектики. Ну и все они, все, значит, изучали Гегеля очень подробно, Гегель в «Былом и думах» пишет, что всякую страницу науки логики гегелей затёрли до дыр, зачитали до дыр, вот как изучали. Надо сказать, что тогда бумага была не такая, как сейчас в книгах, она была такая толстая, в хороших книгах, такая слегка лощеная, прочная, тем не менее до дырки тёрли. Ну и на этой почве выросло, конечно, следующее поколение. А следующее поколение – это уже такой рассвет, в том числе к которому относились и Достоевский, ну Тургенев – это предыдущая как раз герцогская, а тут Достоевский, Чернышевский, Толстой, Гончаров, могучая кучка композиторов – массовое-массовое такое духовное движение, массовое душевное движение. Поэтому я когда читаю, читал, что делать вот сейчас, понял, что Чернышевский он даже не выдумывает, он, собственно говоря, пишет с натуры, но известно, что всякие романы – это о любви, хоть кто виноват был у Герцена, хоть что делать, хоть у Кочетова чего же ты хочешь, а не о любви, потому что любовь – это главная тема романов. Другое дело, что эта любовь, она развивается и осуществляется в какой-то среде, и эту среду писатель нам глубоко показывает. Что касается натуры, значит, вот этих людей, которых он видел, новых, о которых он писал, их, кстати, не только он, в это же время о новых людях пишут многие, в том числе тот же и Тургенев, скажем. Его записки охотника, они были откровением тогда. Это мы уже в школе изучали, ну, подумаешь, охотник, ну, что-то там бродит, значит, стреляет там, разговаривает с мужиками. Ну, мы сами разговаривали с этими мужиками, в деревню ездили, видели этих мужиков. А тогда для общественности это было открытие, что человек говорит о мужиках, и он говорит с сочувствием к ним и как бы с упрёком к власти. Поэтому это было такое общественное настроение, и Чернышевский, он, конечно, его выразил с такой, ну, может быть, с наибольшей силой, резкостью и философской определённостью. Вот так бы надо ещё сказать. Значит, что касается любви, то у него личная судьба в этом смысле очень удачная, у него, значит, любовь с супругой была с молодости, женился, у них удачное такое, значит, семейное бытие и душевное, и духовное сильно богатое, поэтому Вера Павловна, она, ну, в какой-то мере, исписана с его жены. И вот эти новые люди, я говорю, что вот можно посмотреть на писателей, поэтов, композиторов, которые в это время как раз начинали, он их всех видел, он их всех прекрасно знает, и поэтому и говорят, что значит, что делать – это роман о новых людях, то есть вот в это время, вот в этом поколении родились какие-то новые люди, вопрос только – какие? И сегодня тогда сам Чернышевский, он, может быть, этого не видел, он видит более-менее ярко то, что ему хочется увидеть – социальное такое, социалистическое, прогрессивное, гуманное, народное, как и Некрасов, как Добролюбов. Но там вместе с тем-то были и другие, скажем, вместе с этой линией более-менее социалистической, которую он выражает, отражает и выражает, там была линия, наиболее сильная была линия либералов. Либералы как раз у нас тут набирали силу, а в Европе они уже показали себя, ну, не с лучшей, скажем так, стороны. Либерализм для наших и эксплуатация для ваших. Зачем, скажем, либерализм, когда он начинался в конце XVIII века, да даже не в конце XVIII века, можно сказать, где-то середина XVIII века, в конце XVIII века он приобрёл такие развитые формы, скажем, в теории экономической, Адама Смита, это 1776 год, вышла его книга о причинах воинства народов, Кантовские тут работы начали появляться, других авторов. И либерализм в это время, он выражает прогрессивную тенденцию – развитие капитализма молодого. Вот только что буржуазия обрела корни в экономике и требует политических перемен, движется к революции. И либерализм, он обслуживает эту революцию, поэтому они за свободу, рая, браться лозунг «Либерте, эголите, фрэтерните» – революции. Либерте – первый, либерализм, свобода. И это, конечно, был большой прогресс. Но когда они завоевали эту свободу, то когда они тут более-менее разделались к 1930 году с королями-то, то обнажились другие вещи. Работяги опять работают, а эти делают деньги. И такие вот писатели и деятели, как Сейеншевская, они вот это почувствовали, и встали тогда уже, в 50-х, в 60-х годах, в резкую оппозицию к либерализму, к либерализму, не только к монархизму и к царизму. С другой стороны, скажем, патриотическая, патриотически монархическая молодёжь, настроение которой выражал Достоевский. Кстати, Достоевский участвовал в социалистическом кружке Буташевича Петрашевского, они собирались на собрание, обсуждали социалистов-утопистов, Фурье у них был настольной книгой, Фурье Оуэн. Но кружок зарестовали слушателей, разогнали, кое-кого зарестовали, посадили в тюрьму и присудили к казни. И довели даже до эшафота. Фёдора Михайловича самого, можно сказать, вытащили из петли, напугали на всю оставшуюся жизнь, послали на каторгу вместо петли. И он пришёл, переродившимся человеком, стал таким монархистом. Правда, Розенов говорит, что он, мол, никогда не был верующим, но был христианином, вот неверующий христианин. Тем не менее, и написал вот эту известную работу, в том числе «Бесы», по которой нам тут показали недавно фильм. И этих бесов, значит, под этим бесами, разумеются, революционеры-социалисты, и вот они такие негодяи, и возглавляют их негодяи, и вообще от социализма ничего хорошего не жди. Придёт человек с ретроградной физиономией. И, скажем, в 70-80-х годах нам кивали, что вот этот Сталин – это и есть человек с ретроградной физиономией, о которой говорил якобы Достоевский. Хотя, конечно, ничего подобного не было, это Достоевскому приписывают. Но что не приписывают Достоевскому – это миф о великом инквизиторе. И хотя у нас лекция о Чернышевском, но вот есть возможность чуть-чуть о нём сказать, и я думаю, что надо сказать. Кто прочитал братьев Карамазовых, Достоевского? Поднимите руку. Раз, два, три, 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 прочитали. А кто может вспомнить этот миф о великом инквизиторе? Вы можете вспомнить? Христос, когда возвращается на скрещение, вернулся на землю в 16 веке. Его церковь в лице великого инквизитора изгоняет, потому что ты нам не нужен. Там ты, если дашь то, что ты обещал людям, они этим не смогут, этой свободой воспользоваться, она им не нужна. Это правильно. Но это не всё и не самое важное. А важное, я сейчас скажу. И оно, конечно, меня повергло в трепет, потому что я это для себя открыл, усвоил как раз в времена Горбачёвщины. Это я тогда прочитал книгу Василия Васильевича Розанова, специально Розанов читал книгу, называется «Великий инквизитор. Исследование вот этого мифа». Пырьев поставил кино «Братья в Карамазах». И вообще, заметьте, Пырьев, он же был такой сталинский кадр-режиссёр, сталинские фильмы той эпохи, мощные, с Ладыниной в главной роли, шедевры. Но тут сменилась власть в 1953 году, Пырьев был тогда большой начальник в кино, все трепетали, наделал он там много глупостей с актрисами, и это было известно. И тут он осел. И на что он осел? Он осел на Достоевского, сделал хороший фильм «Идиот» и «Братья Карамазовы». «Идиот», я уверен, все смотрели, шедевр, и «Братья Карамазовы» тоже отличный фильм. Но я к чему, что Пырьев говорил своим, я считаю, делю людей на три категории. Первая категория – это кто читал «Братья Карамазовых», вторая категория – те, кто прочитает «Братья Карамазовы», вторая категория – те, кто прочитает «Братья Карамазовы», у них ещё есть время. И третья категория – которые никогда не прочитают «Братья Карамазовы». Так вот, в XVI веке в Испании опускается на церковную площадь Иисус Христос с небес, выполняя завет о Втором пришествии, спустился, тут как раз идёт похоронная процессия – хоронит маленькую девочку, он подходит, возлагает на неё персты, девочка оживает, все поняли, что это Иисус, и тут как раз вышел Великий инквизитор из храма и видел всю эту сцену, и тоже понял, что это Иисус. Приглашает его, приглашает и велит внутренней охране запереть его в келью, и ночью к нему приходит в эту келью и имеет с ним беседу. Вернее, Иисус-то молчит там всё время, а он ему говорит. Не буду долго тратить время на это, но завершается это сакраментальной фразой. Великий инквизитор, глава Испанской церкви, говорит ему, Иисусу, «Мы уже давно не с тобой, а с ним» – с ним с большой буквы. С кем? С сутаной. С дьяволом. Уже давно он с дьяволом. Это открывает Достоевский. И когда я это читаю, глядя вечером на рожу Горбачёва, я понимаю, что он уже давно не с нами, ни с Марксом, ни с Лениным, он уже давно с ним. Причём потом он и сам признался, знаете вы все. Я же не говорю про Ельцина, а что с Андроповым? Всё больше и больше мы узнаём теневого материала о нём. А что с Хрущёвым? И получается, что тут, по крайней мере, есть над чем подумать. Я не хочу сказать, что тут какие-то религиозные истины, я не об этом, не о религии, я именно о политике, о предательстве вот в этом, что и наше руководство, оно предательское было уже давно, и точно так же было и с Романовыми. Поэтому там дальше Пушкинка при характеристике Александра Первого, и о народе говорить так не очень уважительно ж не буду я воспроизводить, но, конечно, это имело тогда основание и имеет в какой-то мере сегодня. И мы сегодня занимаемся вот этой темой о новых людях. Роман Чернышевского подвящён вот этим новым людям. Именно в этой связи, что вот 30 лет прошло, где новые люди эти наши? Особенно молодёжь, вот мы здесь все сидим, мы старые люди, и мы сохранили то здоровое, сильное, красивое, мужественное, великое, научное, что мы несем из той эпохи, в том числе и с XIX века, вот от Чернышевского. А молодёжь где? Где, значит, рабочие, выступающие против низкой зарплаты? То есть это большая общественная проблема, над которой мы тоже думаемся, а выходов особенно больших-то, в общем, пока нету. И, скажем, если я и вижу, где-то концентрируется народ – это вот пока в рабочем движении, которое, собственно говоря, мы и организовываем. Вот сейчас готовится очередной российский комитет рабочих. А сказать, чтобы где-то ещё были какие-то силы – я не знаю, может, это я уже как-то немножко не в гуще жизни нахожусь, не вижу. Может быть, вы видите – подскажите. Поэтому, значит, проблемы эти, они стояли, и они стоят перед нами, в том числе и вот эта проблема новых людей, о которой размышляли тогда и Достоевский, и Тургенев, и Николай Гаврилович Чернышевский. Так что это за новые люди, и сколько их было? Интересно, что и ставят о количественной стороне дела вопрос. Чернышевский говорит в романе, что на каждого нового человека приходится 10 старых людей. То есть где-то 10% он видит вот этих новых людей, но теперь мы понимаем, что в этих 10% есть какой-то процент не просто новых, а передовых людей. То есть Чернышевский пишет не только просто о новых людях, они разные – социалистическая струя, монархическая струя, либеральная струя, его интересует, и он связывает будущее России с социалистическим направлением. Поэтому он пишет не просто о новых людях, а о лучших людях, этих лучших людей он видит вот в этой социалистической линии, которая связана с главными героями – Кирсановым, Лопуховым и Верой Павловной. Чем характеризуются эти новые люди? Ну, как во всяком романе положено – новыми отношениями в любви. И Николай говорил, что там подробно, мне кажется, даже иногда излишне подробно, вот расписывают тут эти любовные отношения, какие они бывают, особенно среди вот этих новых идеальных людей и так далее, и тому подобное. Но главное, я думаю, что всё-таки связано не столько с переживаниями, в том числе с любовными, сколько с новой деятельностью, с новой организацией жизни. Не в том смысле, что она где-то есть в обществе или там кто-то её делает, а в том смысле, что они её делают сами. И Чернышевский показывает, как они её делают. А как её вообще делают? Её делали, как всегда, как всегда в обществе делали всю историю, так её делают и во время Чернышевского. Просто проходит, ну и, можно сказать, даже уже прошла. Эпоха феодализма, крепостничества, рождается эпоха капитализма, а вместе с ним – либерализма, и в этой эпохе старые формы организации, они несколько преобразовываются. Какие старые способы организации? Это общины. Ничего лучше, чем общины человечество не придумало. И да я думаю, что и не придумаешь. Жить может человек только коллективно, причём независимо от того, в каком он классе. Первобытной общиной строй – понятно, что это родовая община, семейная родовая община. Принцип организации очень простой – это люди одной крови. Более того, вот этот принцип воспроизведён, переосмыслен и в мышлении. Скажем, что такое вид? Так, кто тут философ есть? Виктор Аркадьевич, что такое вид? Вид – что такое? Вид? Да. Вид? Вид. Часть рода. Да, можно сказать, что часть рода. Меня водянуло очерчение – вид сверху. Другой вид. Да, да, да. Совершенно верно. Я как раз на это и рассчитываю, что вид – слово вид. Причём вид – это индово-европейское слово. Скифы его знали, и в Греции вид, эйдос, и в латинском оно есть. Вид – слово отражает и внешний вид, вид сверху, вид сбоку, и вид как определение вида. Это определённый род. Что такое вид? Это определённый род. Род человеческий, а вида два – мужчины и женщины. Мужчины – это определённый род, мужской. Женщины – это определённый род, женщины. И по виду они отличаются, и в древности. Значит, это вот по виду похоже на Клеопатру. Это, видимо, из рода Клеопатры, а это по виду, ну, наверное, на Птолемеев. Они вот похожи на Птолемея, ну и так далее и тому подобное. То есть род и вид – это тесно связанные категории. Почему? Потому что всякое человеческое деятельность, общение, они проходят в коллективе. Другое дело – какая эпоха, какой класс, какой коллектив. Рабовладельцы организованы в общину ещё более круто, чем граждане рядовые. И рабовладельческое государство – это и есть рабовладельческая община. Они сообща – три тысячи человек в Афинах вооружённые. Хейр – это вооружённая рука, и так и осталась у них. Рука – это Хейр. И господин Хер – вооружённая рука. Вот этих три тысячи человек они держат в подчинении 300 тысяч человек в Афинах, в древних. Почему? Потому что они составляют общину, они друг за другом, они собираются, они обсуждают. У них государство, у них войско, всё у них – культура, образование. А у рабов и демоса тёмного сельского ничего нет. И общины у них нет, у них община земельная, сельская, территориальная. Значит, вот деревня. Кстати, деревня называется, знаете, как греческая? Комы. Напоминает что-нибудь? Комы. Коммуна. Отсюда же коммуна. Значит, поэтому две системы общин – одна община сразу же всеобщая, объединённая в государстве, и раздробленные единичные маленькие сельские общины. Они объединены общей территорией, общей землёй, общей собственностью на землю. Даже не на всю землю, а именно на общину, потому что есть частные земли, а есть общины. Кстати, тоже, как это в языке отразилось, Маркс заметил, пишет Энгельсу. Сейчас вычитал, что шведы называют общинную землю альгемайны, а частную – базондеры. Альгемайны – это у Гегеля всеобщие в переводе, в точности смысле слова – альгемайны. Это всеобщая категория или момент любого понятия альгемайны – всеобщая. А базондеры – это особенное. Всякое понятие, оно и есть единость – всеобщая и особенная. Так это проклятие, как будто категории прямо вытекают из общественных отношений. Да, действительно проклятие. То, что крестьянам понятно вот на этом уровне материальном – философия, это он открытый, сколько и следуется, что это за всеобщие, да с чем его уйдят. И сейчас Михаил Васильевич, читая лекции в кружке, разъясняет, как всеобщие относятся к единичному и особенному. Потому что с одной стороны это сложно, с другой стороны это не очень сложно. А с третьей стороны – без этого нет понимания глубокого процесса. Скажем, вот сейчас. Вчера я читал лекцию, спрашиваю слушателей, что происходит. Война. Война – это что такое? И начинаю. Война – это когда конфликты борются. Война – это когда с оружием сражаются. А понятие – это есть всеобщее понятие. Есть у вас об этом? Понятие – то есть всеобщее. Прежде всего, есть. И вот я не уверен, что есть там. И, кстати, вот в этом отношении нужно сказать, что Путин очень правильно сформулировал задачу. И правильно говорит, что он ведёт не войну, он ведёт спецоперацию. И это чётко следует из понятия. То есть там где-то грамотные люди подсказали ему, но как это сформулировать? Так война – это что такое, кстати? Это очень наивно. И это ограничено. Неправильно. Эти самые Тамбовские с Ореховскими, они всё время вооружённую борьбу ведут. Но это ж не война. Говорят, что война. Война Тамбовских… Так они же не классы. И ещё классы – государства и нации. Во! 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 Война – это борьба наций, государств, классов с помощью оружия или в вооружённой форме. Или, как говорил Клаузевец, война – это продолжение политики другими военными средствами. То есть это та же политика, только военные средства. Это та же борьба за государство, политика – борьба за государство, только военными средствами. И Путин и говорит, что нет, нам территория не нужна, нам государство не нужно, нам нужна вот эта вот шайка, которая составляет часть государства и делает из Украины заложника фашизма и натравляет его против России. Поэтому никакая – это не война, правильно Путин говорит. От чего это я отвлёкся там? А, общественность, общинность, о которой Чернышевский ведёт дело. Что общины – вот они были, если будут, скажем, в феодальную эпоху, масса общин, они тогда в основном… Цехи. Что такое цех? В переводе посмотрите – цех или корпорация, в латинский язык загляните, там, среди прочего, есть и значение – община. Цех – это община, там мастер, подмастерья, ученики, помощники, и они живут как община. Теперь о коммунных средневековых у Маркса можете почитать немецкой идеологии, какую он там роль отводит – община. И даже в «Манифесте коммунистической партии» где-то пишут, что это похоже на возрождение средневековых коммун, но это не средневековые коммуны. Или в 18-м премьере Луи Ванапарта пишет он об этом. Теперь артель. Что такое артель? Артель – это форма общины временной, то есть собрались 5-10 мужиков в деревне, они подбирают друг друга так, что каждый примерно одинакового мастерства и силы, чтобы не приходилось за кого-то там работать. Примерно одинаковые мужички по способностям, по силе, по умениям, собираются 5-10 человек и идут куда-нибудь зарабатывать. То ли за зверя промышлять в Сибирь или на север, то ли строить дома, то ли строить церкви, то есть ещё либо какую работу выполнять. И в этом смысле артель – она вот такая временная община. Общин разных у людей было за историю масса по самым разным поводам. Пока люди вместе, они и есть общий интерес, они составляют общину. Другое дело, что среди них, среди массы этих разных общин, выделяются общины более-менее устойчивые производственные, особенно большого производства, ну и вот такие случайные, как артели. И, кстати, артельное дело, вот артельная форма, она как раз тут стала развиваться в 30-х, 40-х, особенно в 50-х, 60-х годах XIX века. И Чернышевский он уже это видит. И, я думаю, главный его интерес, он и заключался в том, что вот эти общинные идеи, которые развили герцог и товарищи, значит, придать им такую широкую общественную форму. А как это сделать? А это сделать в художественном, превратить их, исполнить, изобразить их в художественном виде, в привлекательном художественном виде. И он и показывает, как Вера Павловна заводит швейную мастерскую. Причём это вот, я читал Фурье и этого, и Роберта Оуэна, мне совершенно понятно, откуда это всё берётся. Это всё берётся из Фурье и Оуэна. Прям вот как по прописи, значит, она организует артель, собирает их, предлагает организоваться. Как организуемся? Организуемся так-то, так-то и так-то. Распределять, как будем, значит, работу – ну так-то, так-то и так-то. А доходы – ну вот так и так-то. Ну по-человечески где-то, не выделяя особенно кого-то. Все работают на общую копилку, то есть она и создаёт общину. Проходит некоторое время, она расширилась, значит, другая община, подругу там она где-то увидела, подруга заинтересовалась её делом, она ей предлагает свою общину создать. Вот они создали уже две общины в Петербурге. Та поработала, тоже, значит, они их же много заказов, много прибыли. Вот с торговлей что-то неувязочка. – давай организуем магазин. Организовали магазин, начали продавать свою продукцию в магазине, у них уже дело. И пошло-поехало. И Чернышевский пытается показать людям, что можно жить по-человечески, работать в меру, получать в меру. Жизнь в коллективе – она очень экономна, значит, нет вот рассрат лишних времени, внимания, сил и так далее. Живите, наслаждайтесь! Другое дело, что это всё-таки, хоть и в городе, в большом городе, столице, но это остров утопия. Не знаю, как в реальности, кто-нибудь создавал там или нет такие общины, а вот, скажем, у нас здесь, вот Петербург, кто-нибудь задастся – Константин Константинович, сделаю я тоже общину, и будем мы тут заниматься быстро бизнесом. Вот у него не получится. Знаете, почему? Не знаете? По очень простой причине. Значит, как только производители тех же товаров, допустим, этих самых, сапог, он начал проводить сапоги, как только производители, которые находятся в общине, они постоянно связаны друг с другом, во-первых, во-вторых, у них есть община общин – Российский союз промышленников предпринимателей, это профсоюз бизнесменов. Да плюс у них есть государство. Как только они прослышали о новом производителе, да ещё там он продаёт что-то такое мало, они поговорили и договорились, что они его разорят или что-нибудь в этом духе. Я знаю, это, так сказать, из первых уст. Я исследовал коллективные договоры в Питере, и вот, значит, когда исследовал коллективный договор на Ленинградском металлическом заводе, как там его представить, правком это Дмитрий? Артюхин. Я с ним говорю, что, значит, Дмитрий Олегович… Виталий Дмитриевич. Виталий Дмитриевич, ну вот чего бы не повысить зарплату токарям – мало они всё-таки получают, это они, вы говорите, 46 тысяч, так это они за 12-часовой рабочий день. Он говорит, так, Александр Сергеевич, мы не можем повысить на рубль, почему? Потому что тут же позвонят с других заводов и скажут – а чего вы там выпендриваетесь-то? У нас же апрельно токарь – это, значит, 30 тысяч за 8-часовой рабочий день – всё. И он это знает, над ним это висит, и он от этого никуда не денется, потому что он вообще не в общаке. Так что, значит, всё это правильно, красиво, молодец, Николай Гаврилович Чернышевский тогда писал, и это кого-то вдохновило, и другие его герои, как Рахметов, стали идеальными образцами для Ленина. Ленин брал пример и Чернышевского, и, значит, друзей Веры Павловны, и с Рахметова особенно. Но это всё-таки такая ещё социалистическая утопия, хотя Марс считал, что Чернышевский – это выдающийся русский ум, так высказывался в этом духе не один раз. Поэтому это, конечно, выдающийся труд, труд о новых людях вообще и о лучших людях в этом поколении. В особенности и мы берём с этого пример, но и учимся, что эта вещь ограниченная, что она ограниченная, мы убедились и на революционном опыте. Почему? Потому что вот эту линию начали продолжать в таком же духе общинам – анархисты. И Марс говорил, что у нас с анархизмом цель общая. Какая? Безгосударственное общество. Общество, в котором нет государства, которое состоит из общин. Недавно я обратил внимание, не недавно, он готовился тут к чему-то и вспомнил Ленин, ленинские апрельские тензи, и он там, когда Черновик их делал, пишет, нам нужно государство коммунно, государство община, потому что и парижская коммуна, она и была общиной. Причём она вот названа общиной, и мы понимаем, это как совет Ивана Валесенский. На самом деле, как Ивановский совет, у них был совет этой коммуны, коммунальный совет он тогда назывался, то есть у них была община парижская, а её руководящим органом коммунальный совет, а в Иваново-Валесенске был совет, а под ним вот эта вот Иваново-Валесенская община. Община, то есть соединение профсоюзных организаций. А профсоюз – это тоже есть прообраз производственной общины, о чём я писал в своей книжке с девятого года самоорганизация «Общество и государство». Что такое профсоюз? Или вот профсоюз начался с коалиции. Маркс в нищете философии говорит о коалициях, что вот рабочие открывают коалиции. Что такое коалиция? Коалиция – это и есть община, объединённая в целях борьбы за заработную плату. Это первая форма объединения пролетариата. В чём её суть? Её суть в том, что она прекращает конкуренцию между рабочими за всякие там мелкие выгоды и делает из коллектива монополиста, который требует повышения заработной платы. И когда рабочие становятся монополистами своей рабочей силы, они могут предъявить требования. Пока они не объединены, пока они не общины, они ничего не могут. Профсоюз – это более высокая форма. И когда-то у нас вот на этих лекциях выступал Клементьев Геннадий Александрович. И он прочёл замечательную лекцию, больше я такого нигде не читал. Он показал, как профсоюзные организации… Профсоюзные организации организуют пекарей, токарей, слесарей, плотников, ППП. Но ведь на предприятии это работает сразу несколько профессий, на одном предприятии несколько профсоюзов. И это был болезненный переход от профсоюза профессионального, профсоюзу производственному. Это целая революция, можно сказать. Ну и, в конце концов, возобладал, особенно у нас-то Владимир Ильич, Компартия, мы быстро разобрались, в чём тут дело, и перешли безоговорочно в производственные профсоюзы. А, скажем, на Западе там и до сих пор пекарь и аптекарь – они стоят в разных профсоюзах зачастую, и это, конечно, ослабляет профсоюзы. И во время Великой Октябрьской революции на заводах возникали и возникли фабзовкомы, которые потом провели Российский съезд, и было объединение в СНХ, они сделали Высший Совет Народного Хозяйства, и Ленин понял, что это организации на предприятиях, которые фактически они где-то вот эту общинность выражают, причём стихийно. И он нашёл формы соединить вот эти фабзовкомы с профсоюзами и создали Высший Совет Народного Хозяйства, просуществовавший до 1932 года, которым руководил товарищ Аджоникидзе. В 1932 году почему-то в СНХ этот прикрыли. Почему? Я пока не разобрался, ну не разбирал, нет времени разбираться, хотя надо бы разобраться. Вот почему его прикрыли, а через четыре года и выборы по производственным округам тоже прекратили своё существование. И ещё один момент. Это же 1930 год, 30-е, 31-е, 32-е – это коллективизация. И когда решался вопрос о коллективизации на 16 съезде, стал вопрос, какую форму колхоза, то есть колхозной общины, мы будем поддерживать и главным образом развивать – коммуны или артели. И был большой спор, и Сталин выступал по этому несколько раз, и на съезде всё-таки высказался за артелью. А что такое артель? Артель – это временное собрание. Собрались мужики, договорились, что будем делать, и поехали делать. Тогда же в 1930 году был издан устав сельскохозяйственной артели, и колхозы – они стали артелями, а коммуны, дескать, вот мы пока до них ещё не созрели. Хотя, ну, если кто-то там хочет коммуну, ну, мы там поможем. Хотя, вот мне кажется, что надо было развивать и артели, и коммуны. Почему? Потому что там-то действительно были коммуны в колхозах. Почему? Потому что они знакомые крестьянству формы царских времён. При царе ещё процентов тридцать крестьян, они были в общинах, и они знают всю эту механику, и знают, как делить, и видят, кто как работает там, и так далее, и там подобное. Но артели – и всё. И сейчас вот читаю, пошли много материалов, как эти артели не нарушали закон об артелях, как они не устраивали людей, там люди жаловались и так далее. И сам я наблюдал, что вот община, она ещё жива, у людей связи такие тесные, почему-то, что община, она занимается не только производством, но и воспроизводством человека. Старой общины раввладельческая, они детей своих в академии воспитывали, учили. В средневековье тоже цех, он тут с детьми, с жёнами и со всем. Значит, и колхоз – он тут со всеми, с детьми, с жёнами и со всеми родственниками. Я уже не говорю, что некоторые колхозы там на целый колхоз рос всего две семьи, две фамилии. Почему? Потому что издатели в этой деревне жили всего две фамилии. Поэтому анархисты, они напирали, что вот общинная форма, но Марс им показал, что общинная форма, она может быть реализована только если будет диктатура пролетариата, если власть рабочего класса позволит этим общинам жить. Как вот Вере Павловне не дали бы жить реально, а как сейчас организатору общины не дадут жить другие реально, так и никому где бы ни было не дадут капиталисты сделать общины без государства трудящихся, без государства рабочих крестьян. Но тут нужны люди, и если мы знаем историю КПСС, там в революции 1917 года участвовали 16, 17, а 18 20-летних революционеров была просто масса. В 23 года уже выдающиеся революционеры многие умерли, в 16 командовали полками, как Гайдар. А мы с вами вот этих новых людей, к сожалению, не воспитали. Правда, поскольку идёт общий кризис капитализма, поскольку разваливаются сами Соединённые Штаты, поскольку, видимо, он дошёл до своих пределов и начал колоться и внутри Штаты, я думаю, что там процесс этот набирает силу, и в мире в целом. И мы сейчас видим и про Россию, с одной стороны, немножко забыли, с другой стороны, она немножко тут усилилась, окрепла, делить некого, но вот решили, наверное, разделить Украину. Поэтому наши войска, я смотрю, они концентрируются на левом берегу в основном, заходя на правый немножко. Потом и получится, что возникнет республика, возникнет государство, может возникнуть, а может возникнуть несколько государств, но, во всяком случае, на левом берегу будет республики три – Луганская, Донецкая, ну и какая-нибудь Харьковская. На той стороне неизвестно ещё, чем процесс закончится, не встрянет ли Польша и до Венгрии. У Венгрии там есть интересы в одном куске. Не знаю, тут мне прислали видео одной из мизанцены, где Зеленский играет президента и стоит у карты, где Украина разделена там на разные маленькие княжества. Не видели? Не доходило до вас? Очень интересно. И он удивляется – а это что, а это что, а это что? А оказывается, вся Украина уже поделена на меленькие-меленькие княжества. И сейчас этот процесс идёт. Я думаю, что её разделят, не знаю, на что рассчитывает Владимир Владимирович, но я думаю, что разделят. Так что анархическая линия, то есть индивидуальных коммун, она не получится, она в истории себя показала, что она в 1917 году сразу выродилась. А государство диктатуры пролетариата, оно всё-таки осуществило миссию коммуны, коммунистическое государство, построило государство коммунистическое, и нам в нём удалось пожить. Но ещё с новой вот этой ситуацией в мире новые люди, вот похоже, возникают во Франции. Два года бастовать по всей Франции – я думаю, это какие-то упорные, это, конечно, молодёжь, это не пожилые люди – два года по субботам и воскресеньям выступают всё время. Теперь в Канаде владители грузовиков, да, как это называется движение там, что они заполонили тут подступы к столице и тоже несколько дней бунтуют, сейчас же все на связи между собой, и я думаю, что тоже вот эти возникают низовые связи, которые могут быть зарождением вот каких-то новых этих общинных отношений. И нам, я думаю, нам не достаёт вот этого общинного начала. Значит, мы сосредоточены в основном на профсоюзах, да можно сказать только на профсоюзах. А я вот сейчас изучаю историю Вышнего Лачка, славного моего города. Там в 15-17 годах была масса всяких общественных таких кружочков. Общественная библиотека, теперь кафе, организованное рабочим для себя, теперь чёрные кассы, значит, на чёрный день люди складываются, если кому-то там что-нибудь надо, помогают, потом время от времени разделяют. Ну и другие, да, кружки идейные там, марсийские кружки, и у кого-то там, наверное, другие какие-то были. То есть вот бурлила вот эта общественная жизнь, а у нас она с вами как-то не очень бурлит. Ну, партии – хорошо, правосоюзные наши деятельности – хорошо, вот собираемся мы на кружки – это великое, я считаю, дело, особенно с трансляциями, что мы всё-таки собираемся, обсуждаем упорно, стабильно, каждую неделю, из года в год. Я думаю, что это тоже большая вот эта такая общинная общественная связь, что из неё там родится, значит, трудно сейчас говорить, но я думаю, что это, по крайней мере, какой-то росток. Я думаю, хорошо, что мы в этом участвуем, что мы эти ростки сохраняем и пытаемся развивать, взять, так что дело наше не потеряно, оно есть, оно живёт, и общий кризис капитализм, который сейчас обострился, он, собственно говоря, нам на руку. Это мы не готовы сейчас воспользоваться им. На самом деле Америка сейчас занята больше своими делами, ей даже не до России, в общем, тем более не до Украины. Значит, наше начальство, оно тоже сейчас повязано, боится, что у него Англия отберёт его запасы и где-нибудь там их арестует. Кстати, у многих арестовали, поэтому замечательное время – дело только за новыми людьми. Причём вот мы им готовы помочь, а их всё ещё нету, но я надеюсь, что они скоро появятся. Есть они, но не много. Есть, они есть – это главное. Александр Сергеевич, вот знаменитый совхоз имени Ленина с председателем Грудининым. Вот с вашей точки зрения, насколько там есть ли признаки новых людей, о чём нам постоянно Геннадий Андреевич говорил? Конечно, есть. Один Грудинин чувствует. Да, конечно. Это капиталистические люди, использующие коммунистическую форму. Это Хрущёвщина без Хрущёва и Горбачёвщина без Горбачёва. Поэтому никакие они не новые люди, и там есть другие люди, которые чувствуют это и не хотят иметь с ним дело, я думаю. Хорошо, товарищ Милянин, пожалуйста, один запас. Хотя сама по себе уже эта форма, значит, с её успехами. Она показывает, что в ней большой потенциал, но он не используется должным образом. Пожалуйста. Замечательная лекция и замечательный вопрос. Что делать? Вопрос вопросов, самый актуальный, самый замечательный на сегодняшнее время. Замечательно, что было сказано о Путине, который так правильно определил, что же ему делать, побороться с фашистско-олигартическим правлением на Украине. Возвращаясь к вопросу, что делать? Так что же делать? И что делать? Проверяется промедлением решения Путина. Восемь лет. 1500 жертв. Выходит, что промедление дорого обходится? Что делать, если медлить, если бездействие не позволяет делать то, что нужно делать? Дорого обходится? В самом деле смерти подобно. По сегодняшним результатам укрепились фашистские формирования, поставлено оружие, ситуация ухудшилась. Решение, принятое по 8 лет, было бы не таким, как сейчас. То есть промедление, смерти подобно и вредно отражается. Снова выходим на вопрос, что делать? Потому что тот же вопрос стоял и перед РКРП, и перед всеми левыми силами все эти 30 лет. И мы точно так же промедляли, как и Путин. Только мы промедляли 30 лет, а он 8 лет. Ситуация ухудшилась. Еще раз о том, что делать. РКРП считала, что главное не допустить преждевременного выступления, не допустить по неподготовленному выступлению. Все силы были направлены на то, чтобы не выступить неподготовленными не вовремя, ссылаясь на опыт германской партии 21-го года и других. Мы помним, как и здесь наши лекторы говорили о том, что не надо, значит, революция, революция, надо бурничная, постепенная работа. Но вот неподготовленными, опасаясь не выступить, очень хорошо мы с этим поборолись. Но зато другое, другая накопилась опасность. 30 лет не выступления вообще. Не хуже ли всякого неподготовленного выступления? Еще раз, что делать? По поводу неподготовленности. Уважаемый автор в своем предыдущем выступлении употребил выражение, что холостой выстрел. По поводу всеобщей политической стачки, то есть то, что было бы опровержением наступившего режима, то, что было бы одной из форм борьбы с ним всеобщая политическая стачка. Уважаемый автор сказал, что это холостой выстрел. А если не будет холостых выстрелов, не будет и выстрелов в цель. Именно холостые выстрелы упражняют руку, именно холостые выстрелы оттачивают сам процесс стрельбы. И без холостых выстрелов не бывает и выстрелов в цель. И так, все время откладывая ответ на вопрос, что делать, и его бесконечно откладывая в сторону осторожности и предотвращения неподготовленного выступления, мы не позволяем совершиться тому, что вот сейчас, например, Путин подтвердил как правильное решение. Ответ на вопрос, что делать – делать. Да, конечно, нынешняя ситуация, она не может нас не волновать и не отражаться в любое созидание, в том числе и в нашем. Что касается, что делать, я думаю, все со школы помнят, что что делать, говорит Чернышевский, делаться новыми людьми, брать пример с этих лучших людей, делать общины, жить по-человечески, жить гуманно и так далее. Что же касается нынешней нашей жизни, то с критикой Путина со многой можно согласиться, и мы критикуем Путина, я думаю, даже часто мы его критикуем, постоянно мы его критикуем, и я его вот в этой книжке довольно остро критикую. Но ситуация, с которой столкнулся он и с которой столкнулись мы 14 лет назад, она из рук вон выходящая. Значит, он и мы, и народ Украины столкнулись с американским фашизмом на экспорт. В 2014 году. Восемь лет назад, можно сказать, семь. В 2014 году. Это было 21-23 февраля 2014 года. Как раз день рождения моего отца. Сидим мы за столом и нам показывают, значит, вот эту вот чехарду, Майдан так называемый. Да, фашизм на экспорт. А мы в народной правде зафиксировали это явление, когда он расправлялся с Ираком, с Ливией, с Египтом, с другими большиневосточными государствами. И Борис Лавренович, наш выдающийся публицист и товарищ, который, я надеюсь, все помнят, он тут выступал, он, значит, с помощью Михаила Васильевича хорошо вот это сформулировал – американский фашизм на экспорт, то есть внутри демократия, а там можно и фашистскими методами использовать. Тогда же мы обратили внимание на пропаганду фашизма и определение понятия фашизма. Я думаю, что отстояли определение Георгия Димитрова и до сих пор его сейчас все используют почти серьёзные левые силы. Американский фашизм на экспорт – это не просто капитализм, а это известная нам форма капитализма, который пришёл в свою самую жестокую форму, форму открытого терроризма, открытого террора против не только своего, но и других народов, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Борцов или желателей побороться с этим фашизмом с фашизмом вообще не тогда в Европе не нашлось в 1941 году, ни сейчас не нашлось. И Путин в 1914 году, я думаю, что ещё не имел сил бороться с этим фашизмом. Но он имел силы признать вновь родившиеся республики. И Российская коммунистическая рабочая партия в лице товарища Попова и товарища Мазура написали открытое письмо президенту Путину, потребовав признать республики. Признать – это не значит завтра идти на войну, это наоборот, сейчас получилась какая-то спешка – признали и открыли военные действия. То есть это уже как бы формальные такие дела. А тогда признали, посмотрели, как реагируют на это, дали им время подумать. Но Путин не откликнулся на это дело. Почему – встаёт вопрос. Ну, конечно, просто из ваших соображений. Ну, вот, потому что мы тут не собрались, не даем холостые выстрелы. Нет, дорогие товарищи, потому что, вы помните, это была русская весна. И в этой русской весне была сильная социалистическая советская линия. Одним из крупнейших лидеров и, надо сказать, известнейших, авторитетнейших лидеров там был так называемый Моторолла, которого в скорости, вы помните, и убили. Кстати, и Захарченко, глава республики, тоже был сильным лидером и тоже не с яркой, но всё-таки такой социалистической закваской. Его тоже убили. То есть у них не хватило ни осторожности, ни поддержки массы, ни понимания массы, что это опасность, что если вы втягиваете в такую борьбу, то тут, как говорится, нужно быть на чеку. Поэтому социалистов гражданин Путин он и не стал поддерживать, он побоялся – поддержи их, а они там устроят советскую Донецкую республику. Ему, как буржую и руководителю общины капиталистов, ему это не с руки, ему это не нужно и страшно, во-первых. Во-вторых, вот в этой речи, которую он объявил, военные действия, он выразился как – мы им проведём настоящую декоммунизацию. Вы хотели коммунизации – мы вам проведём. Что это значит? Это и значит, что он хочет лавры антикоммунизма перевести на себя, что не они, дескать, антикоммунисты, а мы тут настоящие-то антикоммунисты. Мы тут и мелкота всякая, мы её тут обдерём. А декоммунизацию – вот это мы проведём. Почему? Потому что гражданин Путин знает ещё со времён учёбы КГБ, что Запад, Америка спят и видят, как разделить СССР. Эта задача стоит с 1842 года, когда Пальмирстон нарисовал карту расчленения России впервые. И задача не снимается, и гражданин Мжезинский, умирая, издал книгу «Великая шахматная доска», где и написал – мы уничтожим Россию на территории России, руками России и за счёт России. Украина – это часть России, и они пытаются столкнуть малую Россию с большой Россией, чтобы они друг друга истребляли, чтобы они друг друга ослабляли. И эта стандартная, постоянная линия, она не зависит ни от чего. Хоть вы тут перецелуйтесь все, они будут продолжать эту линию, никакой другой линии у них нет и не будет. Об этом знали, скажем, Данилецкий, 1855 год, Россия и Европа. Спокойно это объясняет русским, русским любителям Европы. Говорит, никто вас там не ждёт и не будет ждать в Европе. Так и останетесь вы здесь, только вы будете её топтать, чернить. И сейчас мои родичи мне – вот, Путин вот не даёт нам на Западе с Западом соединиться. Да он не может, никто его там не ждёт, и вас никто не ждёт там на Западе. Как территорию торговли – да. Хотите съездить оставить там рубли, и за них потом страна рассчитается нефтью? Пожалуйста. Но быть европейцами никто вас не пустит. И наши олигархов там раздевают до нитки, вешают, отравляют. Поэтому вот этот разговор ваш, он легкомысленный, в том числе и о выстрелах в холостую. Какие могут быть холостые выстрелы? Какие мы могли организовать выступления? Выступим, и нас побьют – набьют морду. Ну и что это за выступление будет? Это только такое развращение и убиение, что вот дали пожарки, пошли мы побитые. Значит, если уж выступать, то выступать. Кстати, вот в этом Путин прав – если драка неизбежна, то нужно ударять. А Параханов говорит – если замахнулся, то бей. Но бить надо, если есть условия. Условий у нас нет, мы вот как были активом, так мы и остаёмся активом. Подпора снизу – нет. Вот реально его нет, как нет? И ничего ты с этим не сделаешь. Революции – они не создаются организаторами. Мы можем только помочь людям осознать свою ситуацию. Чернышевский нам помогает, Герцен нам помогает, Владимир Ильич с Иосифом Сирионовичем. Мы карабкаемся потихоньку, но решить за класс вопросы воли мы не можем. Это дело воли, это новых людей. Что делать? Быть похожим на этих новых людей или становиться этими новыми людьми? С новой волей, которые хотят новой жизни. Чего ты же хочешь? Я хочу новой жизни, я хочу человеческой зарплаты, я хочу иметь детей и возможности, иметь и воспитывать детей, а вы мне не даёте. Вы Россию морите по миллиону в год. Мы это провадируем, разъясняем, но если нет широкого отклика, мы сами стрелять холостыми выстрелим, это только быть посмешищем, не можем мы стрелять в холостые. Если мы выйдем, значит, давать, мы дадим, я надеюсь. Я вот хоть уже в возрасте, но я тоже выдаю колоком, кому-нибудь заеду. Кстати, только вчера я говорил, что взгляд-то, эту программу-то можно и закрыть, я бы за неё проголосовал, что закрыть её надо. Всё, не менее, Гихтов говорит, что закрываем. Кстати, один из слушателей вчера, вот я с таким же, примерно, взглядом выступал на эту войну, на эти военные действия, он мне говорит – вы поддерживаете Путина. Нет, это Путин поддерживает меня, потому что я борюсь с американским фашизмом на экспорт уже 10 лет, а он вот только начал, вот он поддерживает то, с чем я борюсь. И я его не поддерживаю, а в какой-то мере совпали наши тут, так сказать, направления борьбы. Ну хорошо, это хорошо, что нашёлся лидер, который выступил и дал в морду американскому фашизму. Это не с Украиной идёт борьба, и не с украинскими этими придурками, это идёт борьба с Америкой, с американским фашизмом на экспорт. И если Путин поднялся до этой борьбы, тут только можно признать, что это человек с сильной волей и с довольно здравым умом, если он мог так тонко сформулировать свою задачу. Это можно только приветствовать. Хорошо, что к серьёзным вещам относится серьёзно. Что тут скажешь? Ничего ты не скажешь, тут только скажешь, что молодец. А вы организовали всеобщую стачку. Где ваша всеобщая стачка? Можно мне ответить? Нет, нельзя заключить на слово, у вас выступление было. Так, поэтому закончить надо на оптимистичной ноте, что мы победим не только американский фашизм на экспорт, но и нашу буржуазию, можно сказать, местную. Спасибо, Александр Сергеевич. На оптимистической ноте мы и заканчиваем. Так, дорогие товарищи, встречаемся мы в следующий четверг. Тема занятия «Проблемы истины в науке и политике». Лекцию читает доктор философских наук, профессор Огородников Надежда Троевича. Встречаемся в следующий четверг. Спасибо.